Привет, дорогие друзья! С вами наше вечернее шоу ТОП-5 Кремлю хуй сосать! И сегодня мы с вами составим ТОП-5 блогеров продажных политических шлюх, которые не только навязывают мнение своей аудитории за деньги, но еще и считают своих подписчиков умственно отсталыми дегенератами. С вами Алишер Моргештейт, и это ТОП-5 продажных блогерских клипов про выборы. Погнали! Блять! В общем-то, только что вернулся я с моря, где я снял для вас клип, кстати, меж тем. Вот, и время 5 часов утра, по-хорошему можно бы было поспать, там отдохнуть, но нет, жопа горит, блять, жестко горит, блять. А все потому, что на ютюбе наконец-то стали выходить долгожданные клипы, агитирующие голосовать на выборах. В общем, небольшая предыстория. Есть такой сайт лента.ру, и они запустили проект «Кто твой кандидат?». Суть в том, что популярные видеоблогеры снимают, как бы, свои предвыборные клипы, в которых, ну так вот, нечаянно, совсем аккуратненько затрагивают тему того, что ты, сука, должен, блять, пойти и проголосовать на этих ебучих выборах, нахуй, или ты пидорас? Извините. Собственно, в клипах этих самых блогеров, в описании, вы можете найти ссылку. Раньше там было написано, вот, посмотри предвыборные клипы своих кумиров, да, и пойми, что лучше голосовать на настоящих выборах. Сейчас там немножечко по-другому. Сейчас там написано, за кого бы вы проголосовали 18 марта, кто бы стал идеальным президентом России. Ну, в общем-то, открытая пропаганда, вот, прям для тупоголовых ебанатов. Я, на самом деле, не очень-то хотел лезть во все это дерьмо. Политика мне неинтересна. Но меня бесит, блять, то, что создатели этого проекта и блогеры, которые в нем участвуют, считают нас просто умственно отсталыми, долбоевыми, даунами, которые, увидев вот этот цирк, сразу побегут голосовать. Я не против рекламы, в принципе, у блогеров. Да, нам тоже нужно что-то кушать. Но, блять, такое наглое навязывание мнения. Я надеюсь, вы достаточно сообразительные молодые люди. Мне не нужно объяснять вам, почему так активно нагоняют явку. Но, к сожалению, долбоебы меня тоже смотрят. Я это прекрасно понимаю. Я говорю о тех долбоебах, которые защищают своих кумиров. Говорят, да вы чё, это не реклама, это просто стёк. Вы чего? Нет. Ребята, вот из-за таких тупых, блять, баранов, как вы, всё это будет продолжаться ещё долго и долго. Если вдруг вы не заметили, сейчас активно набирает обороты забастовка избирателей. Много людей не признают выборы, потому что считают, что это переизбрание царя, а это оно и есть, и отказываются голосовать. Поэтому люди сверху пытаются нагнать явку на выборы любой ценой. То там сходи на выборы, получи, блять, билет на концерт Black Star, получи там шанс выиграть автомобиль, получи билет в кино, пирожки, блять, покушай, посмотри клипы своих любимых блогеров и сходи, проголосуй, сука. Уже высказались об этом Дима Ларин, Руслан Соколовский. И я тоже. Я не могу, не могу просто не сказать. Меня, блять, бомбит нахуй. Я понимаю, возможно, какие-то будут последствия. Возможно, сервис будет топить. Ютуб, да? Вон у Ларина на первом месте ролик висел в тренде. А потом вдруг резко просто пропал. Возможно, кто-нибудь приедет ко мне домой в гости навестить, там, чай попить. Но я не могу молчать нахуй. Но это пиздец уже. Это вот так. Это пизда. Ладно, все. Что-то я немножко не туда ушел. Давайте начнем наш топ-5. Пятое место. Кузьма Гридин. У Кузьмы действительно качественный клип. Трек, конечно, полная параша. Но это у всех участников этого проекта. Так что трек оценить мы не будем. Клип очень качественный. Картинка классная. Монтаж, реквизит, сценарий. Все супер. И агитация, ну, не такая открытая, как у других. Немножко, ну, конечно, уши режет вот эта хуйня. То, что... Но главное, он сделал выбор. Самое главное, он сделал выбор. Приди и ты сделай выбор свой. Но в целом работа, ну, достойная, скажем так. Лучший из худших. Заслуженное пятое место. Но, 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 но. Есть маленькое вот ответвление. В этой всей ситуации менеджер Кузьмы. Некая Лера Кошкина. Не знаю я, кто это. Фейк это или не фейк. Но у Кузьмы в статусе стоит ее страница. И написано вот по вопросам рекламы туда. Значит, видимо, все-таки это менеджер. И в каком-то новостном паблике касательно Ютуба эта Лера Кошкина утверждает, что мой ролик про выборы это на самом деле скрытая реклама. Нет, даже не скрытая. Открытая реклама, открытая агитация. Так вот, уважаемая Лера Кошкина. Если ваш подопечный с легкостью продает свое очко это не значит, что мы все такие. А на правах рекламы тогда я вам скажу, что я ни на что вас не агитирую. Но я не признаю эти выборы. Я считаю, что это хуйня. Это не выборы. Это ебучий цирк. Я на них идти не собираюсь. Ни к чему вас не призываю, конечно. Но это не выборы. Это хуйня. Надеюсь, с этим мы прояснили. Четвертое место. Юлий Онежко. Юлик. Более известный как российский пьюдипай, наверное. Человек, который раньше снимал что-то интересное. Какие-то скетчи, сюжетки, интересные ролики. А потом в один момент просто забил хуй на свою аудиторию и стал ебучим паразитом. Снимать просто реакции на все подряд. Он такой необычный. У него кактус вместо цветов и... Он такой не... Он такой необычный. У него кактус вместо цветов и... Он такой необычный. У него кактус вместо цветов и дисковый телефон вместо телефон. Он такой необычный. У него кактус вместо цветов и дисковый телефон вместо смартфона. Смотреть чужие видео, просто их комментировать, максимально банально, без юмора, просто комментировать чужие видео и вставлять туда рекламу букмекерской конторы. Вот это пресс, блядь, вот это, иди нахуй, вот это пресс, блядь. Клип Юлика, тоже неплохой по картинке, довольно достойно снятый, трек опять, конечно же, полное говно. И вроде он старался как-то скрыть агитацию, но вообще нихуя не получилось, ну прям очень-очень режет слух. Третье место. Лизка. Лизка охуенно ворвалась на ютуб, то есть ее диск на Атэву, это, ну, это просто бомба была. Ну вы помните, это 20 лямов просмотров, это все, это плюс лям подписчиков сразу. То есть врыв просто был божественный. Но хочется вспомнить ее же строки в ее дисе, адресованном Эдварду Атэви. Куда ж ты полез, зачем тебе это? Вот, Лиза, тот же вопрос сейчас тебе. 18 марта пусть дрогнет страна, ты посмотрел мой клип, готов голосовать. Ты же и так, ну, подпортила свою репутацию хайп-кэмпом. Но если там это можно было оправдать, то что ты, возможно, не знала, на что идешь, то здесь-то, блядь, здесь же все кристально, чисто было и прозрачно с самого начала. Я тоже, я видел эти рекламные брифы, эти ключевые слова, которые обязательно нужно произнести в клипе. И не нужно оправдываться, отнекиваться. Люди не тупые, как вы думаете. Клип же снят охуенно. Вопросов никаких. Трек, опять же, очень слабый, скучный, неинтересный, банальный. Но, опять же, это у всех участников проекта, поэтому похуй. Но сразу видно, что Лизка получила чуть побольше, чем Кузьма Юлик, потому что клип действительно на уровне. Ну что ж, молодец. Но я на выбросер не пойду, блядь. Второе место. Даня Комков. Казалось бы, уже ничего не может испортить его репутацию. Но нет. Берем трек ЛДжея и перепеваем его под выборы. Охуенно. Красные, синие, мы поедем на выборы. Нам плевать на их мнение. На кону судьба всей страны. И тут уже даже не скрытая агитация, а просто въебало. Приходи на выборы, выбирай там, блядь. Решай судьбу страны. Ты, блядь, уебок. Больше всего мне неприятен тот факт, что мне приходится это объяснять. Ведь действительно есть люди, которые не понимают этого. Которые думают, что это стеб. Что их кумиры просто стебутся. Это просто хайп. И не видят очевидного. Ну ладно, хотя бы их меньшее количество. Нет, в основном-то все задизлайкано. Да, комментарии по существу. Люди мыслят, люди адекватные. Это радует. Но опять же. Бесят, что эти самые блогеры, лидеры мнений, считают свою аудиторию настолько отсталой и тупой, блядь. И вот так плавненько мы подбираемся к первому месту. К королю Юрию Хованскому. И дело здесь не в нашей какой-то личной неприязни с Юрой. В каких-то прошлых конфликтах, ссорах, обидах. А это просто, блядь, максимально... Да что за пиздец. Даже слов не могу подобрать нахуй. Дело в том, что пробито просто максимально новое дно. Вот когда на сайте ленты стали уже появляться кандидаты, блогеры. Там, то есть Комков первый был. Потом какой-то, там, Юрник. Но я его в счет не беру. Это же, ну, вообще какая-то параша. Там Кузьма, Юлик. Интернет начал сильно кипеть. Что неудивительно. Это нормально. Потому что люди, блядь, в основном-то адекватные. Они же понимают, что вы их пытаетесь наебать. И тогда пользователи Рунета разглядели в очередном силуэте Юрочку Хованского. А тот же, в свою очередь, бросился в Твиттер доказывать, что он никак не причастен к этой хуйне. Не собирается снимать клип на подобную тему. И вообще никак не связан с лентой Ру. Но спустя всего один день выходит просто великолепный клип MC Хованского. Величайшего гангстера Ютуба под названием «Секс. Бухло. Русский рэп». В котором ни в чем не повинный Юра, никак не связанный с рекламой выборов и лентой Ру, аккуратненько так намекает нам, что совершеннолетие нужно делать свой выбор. Или вот, например, голосуй по-взрослому на взрослых выборах в марте. Ну, просто так, ну, нечаянно, ну, постебался, постебался. Совершеннолетие, мы совершаем свой выбор. Свой взрослый выбор в конце марта на выборах. И в описании даже нет ссылки на ленту. Как так, спросите вы? Да потому что, блядь. Ну, а вот он думал, что его аудитория настолько тупая, что если он не оставит ссылки на эту ленту, никто ничего не заметит. Но! На сайте, блядь, силуэт-то появился, долбоёб! Правда, сейчас, вот я сейчас смотрю, его убрали. Сижу, монтирую видео, значит, и узнаю, что Юрец в своём твиттере орёт, что он никак не причастен к ленте, ко всем этим блогерским клипам про выборы. И то, что вообще лента его подставила, аж дошло до такого, что Юрец вскрыл свой клип, на что почти сразу же, как удивительно, лента отвечает. Юрий Хованский не является участником проекта «Кандидат». Его ролик никак не связан с нашим проектом и был изготовлен автором по собственной инициативе. Давайте посмотрим ещё раз. Совершеннолетие, мы совершаем свой выбор. Свой взрослый выбор в конце марта на выборах. Ролик был изготовлен автором по собственной инициативе. То есть, ну вы знаете Юру, да, он вот весёлый старичок, матершинник, который любит попить пивко. Собственная инициатива, да, зазывать на выборы. Действительно? Охуяно? И как-то такое совпадение. Наверное, они просто договорились со своей тусовкой, да, там с Юликом, с Кузьмой. Наверное, просто совпадение там, типа, ну, Юра же никак не связан с проектом «Кандидат». И то, что он там на сайте у них висел несколько часов, тоже, ну, баг просто и случайность. Уф, какая лента плохая подставила Юрца. Юра, хватит пиздеть. Пожалуйста, это не телек. Здесь люди умеют хотя бы чуть-чуть думать и мыслить. Ты, Юрец, запизделся. В общем, Юра, я подозревал, конечно, что ты не очень хороший человек, но это прям, ну, это полный пиздец. Вот настолько нагло ебать свою аудиторию, возможно, это даже талант. Окей, соглашусь. А вы, дорогие друзья, пока терпите это и защищаете своих кумиров, вас также продолжат пихать ебалом в грязь. И не удивляйтесь потом. Поэтому заслуженное первое место достается Юрочке Хованскому. Еще раз хочу повториться. Я не против рекламы на Ютубе. Это нормально. Это наш хлеб. Мы блогеры, типа, да? Хотя я уже не очень хочу называть себя блогерами, если... Вот это вот по-вашему блогеры, блядь. Это наша работа, наш хлеб. Я вообще на заре карьеры рекламировал вулкан. Но просто до меня, наверное, вовремя дошло, что деньги можно заработать слегка другим способом, а не пихать хуй в рот своей аудитории. И нет, я не просто хейтер. Я не знаю этих людей лично. Я не знаю, какие они. Я делаю выводы по поступкам. И все, что я вижу сейчас, это то, что они считают своих зрителей отсталыми дегенератами, которые все им простят, все схавают, а они, лидеры мнений, просто заработают денежек. И пока вы будете это хавать и поощрять, все будет так и продолжаться. Вас будут продолжать ебать в рот, набивать себе карман. Ну а вы че? Ну побомбите чуть-чуть, потом забудете. Это же нормальная практика, блядь. Респект Димке Ларину, Руслану Соколовскому, то, что не боятся говорить. Ждем, конечно же, разбор от величайшего Николая Соболева на эту тему. Но знаете, мне вчера приснился сон, то, что Николай Соболев дал предварительное согласие на этот заказ. А когда узнал, как много блогеров разных будет это делать, отказался, и теперь будет снимать про это ролик. Но это просто сон. Только сон, это мне приснилось. В общем, спасибо, что выслушали. Я надеюсь, хоть кому-то, хоть чуть-чуть, я приоткрыл хотя бы один глазок. И вы перестанете позволять так нагло ебать себя своим кумирам, за которыми на самом деле не стоит ни совести, ни морали, ни хуя. Ну а с вами был Алишер Моргестейт, Гестейт. Не прощаюсь, жду на концертах, если, конечно, все будет нормально. Голосуйте на выборах, блядь! Всего хорошего.